Алиев. Ветеранам, гроши, себе недвижимость и офшорные компании. С начала апреля этого года в Азербайджане ветеранам войны будет назначена ежемесячная президентская пенсия. Учреждение этих пенсий предусмотрено распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева. В соответствии с этим распоряжением, вместо социального пособия ветеранам за коммунальные, транспортные и другие услуги, 55 монатов, а также дополнение к страховой части трудовой пенсии, 11 монатов, участников войны, служивших в составе боевой армии, будет назначена пенсия президента Азербайджана в размере 80 монатов. Пенсия будет назначена 80 тысячам ветеранов войны. Именно столько, 80 монатов, великий вождь Азербайджана оценивает годы, отданные защите Родины нынешними ветеранами Карабахской войны. И это в том случае, когда сын самого президента Азербайджана Гейдар Алиев в 9 лет становится владельцем роскошного дома рядом с резиденцией Дмитрия Медведева на Рублево-Успенском шоссе, когда дочери президента Лейла и Арзу Алиевы пытаются купить элитную недвижимость в Лондоне у компании Child and Child стоимостью в 60 миллионов фунтов через офшорные компании. Комментируя ситуацию, ветеран войны, офицер запаса азербайджанских вооруженных сил отмечает, руководство Азербайджана дискриминирует отставных офицеров и ветеранов войны, назначая им низкую военную пенсию, не соответствующую их заработной плате в период пребывания на высокой военной должности. Кроме того, из-за отсутствия практики заключения трудового договора с военнослужащими, отношения которых с силовыми структурами строятся на основе уставов и внутриведомственных положений, военнослужащие лишены прав, которыми пользуются гражданские пенсионеры. Последние имеют право на пенсию, соответствующую максимальной зарплате, которую они получали в любой трехлетний период своей трудовой деятельности. Реальная картина такова, а великий лидер продолжает рассказывать собственному народу сказки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова